Зима в этом году разочаровывает любителей зимней рыбалки. Отсутствие морозов не позволяет льду набрать необходимую толщину. Однако некоторые из рыбаков все же подвергают себя опасности. Отдельные случаи заканчиваются смертельным исходом. О том, как избежать ненужного риска и обезопасить себя, в репортаже нашего корреспондента Вероники Гамзюковой. Печальную статистику ушедших под лед рыбаков в этом году открыл 53-летний безработный гомельчанин. Утром 19 января он взял топор, удочку и сказал оставшемуся дома отцу, что пойдет на рыбалку. После чего мужчина отправился к заливу Сажани, подалеку от песчаного карьера Осовцы. В 10.34 даже я точно помню время поступил сигнал от МЧС сообщением, что очевидцы обнаружили в районе Осовцов в заливе от реки Сож полынью проломанную и около нее вещи. В соответствии с инструкциями нашими мы выехали сразу же по тревоге на лодке к месту происшествия. По прибытию к этому месту нас встретили очевидцы, два мужчины, которые провели нас, показали это место. По последованию к месту происшествия, как у нас это положено, водолаз оделся уже по тревоге, то есть был готов к подводному положению. Мы подъехали к месту происшествия, ну и увидели эту полынью, водолаз туда погрузился. Там у полынью увидели, на полыне лежал топор, пороломная полынья и в полыне плавала удочка. Прибыли на место, обнаружили полынью, произвел водолазный спуск, обнаружил утонувшего, ну и непосредственно вытащил его на берег. В каком состоянии уже был человек? Уже бесполезно, никакой помощи не оказывали, потому что уже времени прошло достаточно. Все зависит от глубины. И чем глубже, тем, естественно, опоры на ноги нет, тяжело его вытащить на лед. Тоже так же было и здесь. Мы обнаружили, что он уже утонул, проломали дорожку к берегу, и уже непосредственно потом его вытащили. Проверку по факту смерти человека проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Спасатели отмечают, что довольно часто остаться на поверхности любому ушедшему под лед рыбаку мешает паника. Человек начинает выбиваться из силы от неправильных действий при попытке выбраться на поверхность, после чего переохлаждается и тонет. Надо, значит, спокойно посмотреть, сориентироваться. Если в полынье, полыня небольшая, и можно оттолкнуться ногами, то спиной попытаться лечь на лед, ногами от противоположной кромки оттолкнуться ногой, чтобы заскользить на лед. Потом повернуться на животик, и с той стороны, с которой заходил на лед, ползком, не поднимаясь на ноги, ползти к берегу. Если так сделать не получается, нужно локтями ломать лед, пока это удается, а затем на него залезть и двигаться к берегу. По правилам зимней рыбалки на лед толщиной до 7 сантиметров выход запрещен. Для группы людей эти цифры увеличиваются до 10-15 сантиметров. Самым опасным льдом считается первый и последний, когда близок ледоход. Рекомендуем рыбакам, которые идут на лед, любителям рыбной ловли, во-первых, собой при себе иметь пешню. Это специальное приспособление, которое проверяет толщину льда. Как правило, правильно проверить, то есть ударяете пешней в лед. Если с первого удара лед проломался, на него, то есть пробился, на него заходить категорически запрещено. Если 2-3 удара лед выдержал, то на него одному человеку можно зайти. Еще рекомендуем при себе иметь всегда теплое питье. Понятно, никогда с собой никакого алкоголя, это запрещено. Брать с собой, рекомендуем, чтобы в ящике рыбака была веревка обязательно, при помощи которой он может оказать кому-то помощь, или ему же. Если он провалится, и будут рядом рыбаки, он скажет, что у меня в ящике с веревкой, и ему ее подадут, и он выберется. Также сотрудники АСФОД рекомендуют брать с собой так называемые спасалки. Эти приспособления похожи на отвертку. С помощью них рыбак может зацепиться за лед и выбраться из воды. Чтобы ледяная поверхность окрепла, необходимо более трех хороших морозных дней с температурой ниже 10 градусов для стоячего водоема или реки со слабым течением. В Гомельской области за 2019 год зафиксировано 55 случаев утопления людей. Шесть из них – рыбаки. Как правило, рыбаки, именно что касается подледного лова, очень часто стараются забраться так далеко, что их не видит глаз людской. Поэтому при проведении рейдов всевозможных работниками нашей организации проходят беседы, проводятся беседы с этими рыбаками, объясняются все ситуации возможные, как вести себя в этой ситуации, предупреждаем их, раздаем памятки, листовки. Проводим профилактическую беседу в плане того, чтобы обезопасить жизнь данных людей. На всех возможных водоемах расставлены таблички «Внимание! Тонкий лед». Сотрудники освода стараются выявлять секретные места рыбной ловли, проводят профилактические беседы. Реагируют на это рыбаки по-разному. Кто-то соглашается, а другие все же идут на ненужный риск. Достаточно много рыбаков, которые не берут спасательные жилеты и веревки. Однако помните, помощь утопающим в первую очередь – дело рук самих утопающих. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто».